добрый день дорогие друзья с вами академия трейдинга и инвестиций меня зовут гоценко андрей сегодня 6 марта понедельник и мы рассмотрим с вами динамику движения валютных пар и товаров на предстоящую неделю на этой неделе у нас в среду будет 8 марта если у нас слушают и смотрят девушки я их поздравляю потому что следующий выход на связь будет у меня только в четверг когда я буду проводить очередной мастер-класс поэтому поздравляю заранее вот всего самого лучшего профитов огромных и коротких стоп лоссов так поехали сейчас у нас на экране график фунт доллар недельный таймфрейм на недельном таймфрейме мы видим закрытие прошлой недели большую черную свечу которую я понимаю как фазу кульминации всего вот этого падения которое шло у нас с января месяца я считаю это откатной волной b вот вот этого большого импульса и говорил это уже много раз вот и с целями уже повыше соответственно если это фаза кульминации это большой этарный бар который гораздо больше чем предыдущие все четыре недели что составляет месяц вот то от него можно потихонечку искать ланге принципе те кто ловил шарты из вот этих двух пинов на фазу кульминации они в принципе уже прокатились на пару сотен пунктов и с этим поздравляем очень долго стояли на 124 шартисты кормились от 125 это разгрузилась в кульминашки поэтому я рекомендую искать теперь фазе накопления под круглым уровнем 1.23 аккуратные покупки на дневном графике в принципе виновник виновницей так вот этого недельного хвоста на дневках если вы посмотрите будет являться у нас на самом деле не усиление британца ослабление доллара во время выступления жанет елен в пятницу если вы видите это на дневках уже пятничное поглощение это было у нас именно ее выступление вот дело в том что это дело все проходило на такой интересной свеженькой поддержки вот я не аккуратненько зацепился в ланге вот небольшим объемом интересные покупки можно рассматривать над круглым уровнем 1.23 на тесте его сверху сейчас вам покажу примерно вот таким вот образом вот и поход к 124 вот таким образом но и дальше уже по крупным таймом по целям так как фон большой любитель круглых уровней надо понаблюдать за 124 к тому же те кто присутствовал на субботнем разборе они видели что 124 довольно жестко защищали все эти три дня и объемчики проходили так далее то есть трейдеры его хорошо видят ну вот я думаю что за него будет идти хорошая борьба дальше дальше евро доллар недельный график как я говорил в прошлом обзоре нужно было обратить внимание на круглый уровень 105 собственно от него уже отлетели вот я зацепился здесь покупки аккуратненько и собственно опять же всю игру сделала у нас пятница и выступление женат елен где она ослабила американский доллар абсолютно неважно чем там наговорила главное что рынок отреагировал именно положительно поэтому на недельном таймфрейме по евро доллару мы имеем поглощение на фоне пин бара внизу у нас заряженные американские объемы так сейчас индикатор сессии так ладно значит и это поглощение она идет в рамках такой можно сказать месячной тенденции которая на недельном графике у нас идет от годового перилоя евро доллара соответственно мы можем рассчитывать на продолжение этой динамики вверх вот первая целью будет служить вот этот экстремум вот но остальными целями как я уже рассказывал будет идти по фибия 161 261 вот таким вот образом таким же косвенным подтверждением слабости бакса может служить анализ индекса доллара на недельном таймфрейме где вы видите что недельные недельные свечи закрываются с тенями вот этот паттерн называется три индейца вот разгружается он другую сторону от теней соответственно смысл здесь очень простой в этих тенях просто представьте себе покупателям доллары за последние четыре недели где-то по средней цене и я могу вам сказать что за это время вы практически ничего не заработали если вы инвестор и ничего не заработали за это время когда цена стоит диапазоне над вами есть к это хорошая волна то вы будете пугаться и закрывать свои ланги это может привести к увеличение давления продаж поэтому эти тени никак не говорят о силе доллара более того они говорят о его слабости поэтому я пока смотрю в сторону шортов по потому что эта конструкция шортовая соответственно это все будет отражаться и на валютах и на товарах вот и на евро доллар у нас на дневном графике да мы видим прекрасное поглощение на дневках соответственно можно поискать ланги уже с опорой на американские сессии которые у нас находится по пятничному движению вот здесь либо может быть будет формироваться новые плотности для продолжения динамики наверх но это очень сильный импульс который наказал всех шортистов и лучше искать именно динамику по лангам потому что здесь это все произошло от сильного недельного уровня дальше переходим к золоту золото на недельном таймфрейме долоном поглощения поглощение было от уровня зеркального который здесь проходил районе там 1260 примерно дневной таймфрейм показывает нам то что падение скажем так в рамках недельно недельного движения было было больше коррекционным в рамках динамики бычей и в пятницу нам опять же джанат елен дала прекрасный пин бар который грузил коррекционные стопы покупателей из этой зоны с которой стопились сюда ситуация не очень чистая есть пин бар можно конечно посмотреть ланге посмотреть где скопились американские объемы здесь зелененькие красные вот и примерно из этой зоны поискать ланге это первая откупка конечно для хорошего разворота по золоту мало вы видите что золото хорошо разворачивается там за 2-3 дня если идет хороший набор через тест все прекрасно ходит но дело в том что когда елена выступала по плотности осталось довольно низко пока мы до нее не дошли но основные покупатели здесь стоят соответственно них можно опираться вот они в принципе создали этот пин бар но интересная история это вся с в том числе с идея ослабления бакса но я пока золото лезть не буду ситуация мне очень нравится дальше следующий инструмент это нефть по нефти у нас прошлой неделе закрылась черной это недельное поглощение от хороших уровней 55 долларов за баррель вся вот эта большая на торговка она связана как правило как все говорят я в принципе с с этим согласен том что после саммита опек скажем подтверждение там снижение и так далее сложный механизм нефтяной и нефтяники неохотно идут на все резкие уменьшения добычи поэтому мы стоим уже здесь довольно долго в рейнджи и покупатели которые здесь засажены в ланге они уже скажем так устали держать эти позиции я думаю что они будет их сбрасывать что приведет к ослаблению динамики по нефти и будет продолжение падения вот я закладывался в шорты как вы помните от этого пин бара вот это было у нас фигура головоплечья либо тут пины и все это было явно свидетельствовало о том что быки уже здесь вот ослабли надо искать шорты но трамп здесь имел свойство выступить на прошлой неделе но и навел здесь шорох в этой свече вот и нефть немного подросла потом произошел еще один пин вот и поэтому мы потихонечку валимся вот если бы не такие выступления то можно было спокойно держать шорты от зоны вот этих пинов как минимум к зоне поддержки трендовать которые еще можно сотку соточку пройти вот поэтому я за за шорты по нефти но от хороших плотностей плотность у нас американских плотностей плотность пятничная осталась наверху в принципе сейчас уже идет и отработка вот но отработка идет через азию вот поэтому зацепа пока нет ситуация шортовая но заходы и не вижу если дадут еще может быть на америке оттестить эту плотность будет хорошо так в принципе все что у нас канал академия трейдинга инвестиций предлагает вам подписаться к нам вы всегда будете в курсе динамики и валютных парки каких-то новых наших акций в рамках сайт академии трейдинга мастер-классы отбора трейдеров различные услуги робота риск менеджер либо долевого управления всегда будете в курсе также рекомендую регистрироваться на нашем форуме энджи его друзья где я даю регулярно и сигналы и обзоры и рекомендации по торговлю основными инструментами с вами была академия трейдинга инвестиций меня зовут гаценко андрей энджи всем профитов с наступающим 8 марта до четверга когда у нас пройдет очередной мастер-класс всем пока